Мы и наша страна на карте мира. В тебе величие моего народа, его души бескрайние поля, задумчивая русская природа, достойная красавица моя. Мы живем в уникальной стране, Российской Федерации. Россия самая большая по площади страна. Ее территория составляет 17,1 миллиона квадратных километров. Это 11% от всей суши Земли. В Северном Ледовитом океане России принадлежит сектор Арктики от побережья Баренцева моря до Северного полюса и до восточной крайней точки в Беринговом проливе. Россия огромна, она чуть меньше Южной Америки и больше, чем материки Антарктида и Австралия. Протяженность России с севера на юг более 4400 километров, а с запада на восток около 9000 километров. Российская Федерация имеет сухопутные границы с 16 государствами. На западе она граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Польшей. Некоторые регионы России отделены от основной территории страны, но все равно являются ее частью. Это Калининградская область, которая располагается на побережье и граничит с Литвой и Польшей. Калининградская область — это полуэксклав. Так называют регион, который не имеет общих границ с основной территорией своего государства, окружен территорией другого государства и имеет выход к морю. На юге Россия граничит с Грузией, Азербайджаном, Абхазией, Южной Осетией, Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народной Демократической Республикой — КНДР. С двумя странами Россия имеет морскую границу. С Японией по Кунаширскому проливу и с США по Беринговому проливу. Наиболее протяженная граница между Россией и Казахстаном — 7200 километров, наименьшая с КНДР — 19 километров. Территория Российской Федерации омывается тремя океанами — северным ледовитым, атлантическим и тихим, и 12-ю морями. Также на территории России находится крупнейшее в мире озеро — Каспийское море. Россия — морская держава. Моря, омывающие страну, распределены следующим образом. К бассейну Атлантического океана относятся Балтийское, Черное, Азовское моря. К бассейну Северного ледовитого океана — Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское и море Лаптевых. К бассейну Тихого океана относятся Беренгово и Охотское. Каспийское море бесточное. Оно не имеет связи с Мировым океаном, по своему типу это озеро. В него впадает главная водная артерия России — река Волга. Каспийское море является важнейшим рыбопромысловым бассейном и районом добычи нефти. От отношений с соседними государствами зависит безопасность России, ее политические, экономические и культурные связи. Очень важно не иметь территориальных и других претензий друг к другу. Необходимо охранять рубежи государства, особенно на политически нестабильных участках, от потока запрещенных товаров, проникновения террористов, незаконных мигрантов. Это непросто, учитывая, какие протяженные границы у Российской Федерации. В открытом море граница территориальных вод, которые также считаются частью страны, проходит на расстоянии 12 морских миль от берега. Одна морская миля равна 1 километру 800 метрам. Это примерно 22 километра. Крайние точки России. Северная материковая — мыс Челюскин на полуострове Таймыр. Северная островная — мыс Флигели на острове Рудольфа. Южная — гора Базардюзю в Дагестане. Западная — Балтийская коса Гданьского залива. Восточная материковая — мыс Дежнёва. Островная — остров Ратманово. Россия — северная страна. 60% её территории — это зона севера с неблагоприятными условиями для жизни. Это требует дополнительных затрат на тёплую одежду, калорийную пищу, дополнительное утепление жилища. В Баренцево море заходит тёплое североатлантическое течение. Оно приносит на побережье тёплую погоду, туманы. Благодаря североатлантическому течению существует незамерзающий порт Мурманск на берегу Северного Ледовитого океана. Его значение для экономики России огромно. Судоходство по морям Северного Ледовитого океана возможно только с помощью ледоколов. Это очень дорого, поэтому использование ресурсов Северных морей ограничено. По Северному Ледовитому океану проходит Северный морской путь, который объединяет в единую цепь порты Мурманска, Диксона, Тикси, Певека, Петропавловска-Камчатского и Владивостока. Россия расположена в двух частях света — Европе и Азии, и эта граница проходит по Уральским горам. Географическое положение России выгодное, хотя есть некоторые отрицательные факторы. Выгодным географическое положение можно назвать из-за того, что первое — большая площадь России — это разнообразие природных ресурсов. Второе — наличие морских границ — это свободный выход в океан. Третье — расположение большей части России в умеренных широтах. Отрицательные факторы. Первое — моря России замерзают на длительный период, что затрудняет судоходство. Второе — 1,4 площади лежит за Северным полярным кругом с суровым климатом. Третье — огромная территория требует больших транспортных и других материальных расходов. Россия самая большая по площади страна мира. Ее площадь — более 17 миллионов квадратных километров. Она расположена в двух частях света — Европе и Азии. Граница частей света проходит по Уральским горам. Российскую Федерацию омывают 3 океана, 12 морей и одно бесточное море — Каспийское. С 16 государствами Россия имеет сухопутную границу, с двумя — граничит по морю. Россия — морская держава. Протяженность всех границ — 60 тысяч километров, из них по суше — 21 тысяча километров. Территория полуэксклав — это Калининградская область. Калининградская область для россиян — это эксклав, а для других стран и как объект международного права — анклав. В разговорной речи и публицистике Калининградскую область именуют полуанклавом. Калининградская область для россиян — это эксклав, а для других стран и как объект международного права — Это анклав. В разговорные речи и публицистике Калининградскую область именуют полуанклавом.